МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Научное открытие изобретательного и любопытного современного человека. Пять ключей отопрут двери в будущее. Первый из них состоит из нуля и единиц. Это цифровая форма информации. Благодаря цифровой революции возможности расширяются, а наша жизнь быстро меняется. Второй ключ — новые материалы. Человечество более неограничено веществами, встречающимися в природе. Благодаря искусственным материалам мы достигли новых рубежей. Третья генная инженерия. В наши дни пищи хватает на всех, но в ближайшем будущем ситуация может измениться. При помощи генной инженерии мы способны справиться с надвигающейся угрозой. Четвёртый ключ — мутации. Мутации — причина болезней, но в то же время важная движущая сила эволюции человека. В одном из фильмов мы раскроем секреты этого интереснейшего явления. Пятый ключ — солнце. Потребности человечества в энергии кажутся безграничными. Солнце может стать в будущем надёжным источником энергии. Этими пятью невероятными ключами мы откроем двери в будущее науки. Пять ключей. Каждый год по всему миру малярией болеют 150 миллионов человек. В Африке умирает до миллиона детей от этой болезни. Но есть африканцы с врождённым иммунитетом к малярии. Все вирусы — от гриппа, который мутирует и возвращается каждый год, до СПИДа, остающегося неизлечимым, вызывают неконтролируемый страх. Однако есть люди, которые могут заразиться вирусом, но не заболеют СПИДом. Этой женщине недавно исполнилось 77 лет. Рост её не достигает даже одного метра. Благодаря определённым генетическим особенностям она может не бояться заболеть раком. Африканцы с иммунитетом к малярии. Европейцы, которым не грозит СПИД. И женщина с врождённым синдромом Лорона, не восприимчивая к раку. В чём секрет этих людей? В чём отличие от других? Фильм 4. Мутации генов 20-я неделя беременности. Большинство женщин следят за состоянием плода при помощи УЗИ. Они проверяют, здоров ли их ребёнок. На этой стадии можно судить о состоянии мозга и сердечно-сосудистой системы плода, строении пальцев. С первых недель беременности женщины проходят различные обследования, чтобы родить здорового малыша. Даже мельчайшая генная мутация резко увеличивает вероятность врождённых дефектов. Причина отклонений в развитии плода — мутации. Они возникают в процессе оплодотворения, когда сперматозоид встречается с яйцеклеткой. Что-то может пойти не так при смешении геномов, или проблема может присутствовать уже в родительских генах. Это ведёт к рождению разного рода мутантов. Но мутации не так разнообразны, как можно подумать. Мутацию может вызвать небольшое изменение в одном основании ДНК или его части. Часть хромосомы может быть утеряна. Или эта часть может продублироваться. Или две хромосомы поменяются местами. Мутации возникают, когда в генах начинается путаница. Сразу приходит в голову фильм о мутантах, где на экране появляется странный человек, и все говорят, что это мутант. На самом деле речь идёт о незначительных генетических вариациях. Что случится, если мутанты окажутся физически лучше развитые, чем нормальные люди, и лучше приспособлены к окружающей среде? По данным профессора Питера Фроста и Шотландского университета Сент-Эндрюс, первый мутант-блондин появился на свет в Северной Европе в конце ледникового периода около 150 тысяч лет назад. Сегодня блондины составляют более 80% жителей Северной Европы. Причём они распространились по Европе всего за 10 тысяч лет. Профессор Фрост установил, что мутанты со светлыми волосами, рецессивным признаком, не исчезли, потому что оказались привлекательными для противоположного пола. Разнообразие оттенков кожи, волос и глаз у современного человека свидетельствует о произошедших в какой-то момент генетических изменениях, то есть мутациях. Есть люди, получившие благодаря мутациям уникальные способности. Например, они приобрели иммунитет к малярии, одной из главных болезней в Африке. Этих людей отличают и ретроциты, и серповидные формы. Люди с серповидными ретроцитами часто бывают хилыми и болеют анемией. Но африканские женщины предпочитают брать в мужья именно их. Потому что у них иммунитет к малярии. А это лучшая рекомендация при выборе мужа, даже если у него малокровие. Этот факт впервые обнаружили в 40-е годы прошлого века. Ученые собрали африканцев, которые выжили после укусов малярийных комаров, и провели анализ крови. Обнаружилось, что у этих людей красные кровяные тельца отличаются от обычных. Они мутировали. Такие тельца называют серповидными, потому что они действительно по форме напоминают серп для срезания колосьев. Но почему они дают людям иммунитет против малярии? Нормальные ретроциты имеют форму двояко-вогнутого диска и транспортируют кислород. Их форма облегчает газообмен. Серповидные ретроциты хуже переносят кислород, что ухудшает кровоток и приводит к анемии. Взамен они невосприимчивы к возбудителю малярии. Это нормальный двояко-вогнутый эритроцит. Малярийный паразит легко достигает поверхности клетки и заражает её. Поверхность эритроцитов становится липкой, они начинают склеиваться, и это приводит к воспалениям в капиллярах. У серповидных эритроцитов даже при заражении инфекция не может попасть на поверхность клетки. Поэтому вероятность, что по капиллярным сосудам распространится воспаление, снижается, и малярия не возникает. Остановка биокатализатора, вероятно, позволит вам долго жить даже после заражения малярии. Потеря старых функций в результате мутации может играть не меньшую роль, чем приобретение новых. Люди получают мутировавшие гены по наследству. Кому-то эти мутации дают привлекательную внешность, высокий уровень интеллекта или атлетическое сложение. Такие мутации эффективно притягивают противоположный пол. Восстребованные мутировавшие гены передаются потомкам и распространяются по планете. Когда слово «мутация» стало использоваться применительно к организмам? Это случилось в конце 19 века. Человек, выращивавший инотеры, обнаружил цветок значительно крупнее обычного. Он взял семена этого цветка, посадил их, и выросшие цветы были такого же размера. Это случилось из-за генного изменения. Этот человек первым использовал слово «мутант» для обозначения полученного им нового вида. Это был голландский генетик и ботаник Гуго де Фрис. Позднее ученые выяснили, что мутацию могут вызывать внешние факторы, в частности, радиация или химические вещества. И все-таки это положительное явление или опасное? Большая часть продуктов, которые мы используем в пищу, появилась в результате мутаций. В южно-корейской провинции Чолананда можно увидеть, как созревает дикий рис. Метелки длинными тонкими усами защищают колосья от птиц. Шлифованные зерна такого риса имеют красноватый оттенок. Дикий рис сложно выращивать. Его урожайность на 20% ниже, чем у посевного. Поэтому фермеры предпочитают выращивать посевной рис, а не красноватый дикий. Когда его начали культивировать? По данным ученых, посевной рис появился как мутировавшая форма дикого около 10 тысяч лет назад. Такой рис проще очищать. И варится он быстрее, что позволяет людям экономить топливо. Кроме того, его урожайность выше, и крестьяне стали предпочитать мутировавший вид. То есть белый рис – это мутировавший красный. Значительная часть других сельскохозяйственных продуктов с нашего стола – это мутировавшие формы диких видов. Пшеницу, которую мы сейчас едим, стали выращивать примерно за 7 тысяч лет до нашей эры. Человек выбрал мутировавшую разновидность дикой пшеницы с более крупными и неосыпающимися зернами. Именно ее мы собираем до сих пор. Другие культурные растения также выращивают всего несколько тысяч лет. Человек отбирал мутировавшие сорта диких растений и начинал специально выращивать их. Сегодня мы потребляем результаты мутаций, отобранные в древние времена. Не только растения, но и домашние животные – это результат мутаций. Около 15 тысяч лет назад группа людей во время охоты встретила стаю волков, искавших еду. Волки оказались безобидны, и люди привели их домой и стали использовать для охраны деревни от чужаков. Эти волки стали предками наших домашних собак. Лучшие друзья человека теперь совсем не похожи на волков и друг на друга. Национальный научно-исследовательский институт генома человека в Америке отобрал для изучения 23 породы собак. Оказалось, что на крупных и маленьких их разделяет инсулиноподобный фактор роста-1. Небольшая мутация в гене роста вызывает серьёзную разницу в размерах. Гены определяют не только внешность, но и характер. Охотничьи собаки. Собаки, поддающиеся дрессировке. Собаки-поводыри для слепых. Все они обладают различными характеристиками благодаря генам. Колли – пастушеские собаки. Каждый из них может присматривать за несколькими десятками овец благодаря гену, придающему ей высокое чувство ответственности. Небольшое отклонение в генах приведёт к появлению собаки совсем других качеств. Где же возникает мутация? За исключением прокариотов, например, бактерий, клетки любого организма имеют ядро. В ядре заключён набор хромосом. Каждая хромосома образуется из молекулы ДНК, которая содержит генетическую информацию и передаётся от родителей к детям. Мутации происходят именно в молекуле ДНК. В ДНК человека встречается четыре вида азотистых оснований. А, Т, Г, С. Характеристики клетки определяются последовательностью этих оснований. Ткани отдельных органов тела формируются из клеток с соответствующими характеристиками. Изменение последовательности основания в ДНК приводит к мутации. Конечно, она не проявляется за ночь. Сначала отбирается изменение, наиболее выгодное в окружающих условиях. Создаётся группа уникальных генов. Если она не смешивается с другими и оставляет потомство, появляется новая разновидность. Такие изменения — совокупный результат мутаций, естественного отбора и физиологической обособленности. Эволюция — это процесс, развивающийся на протяжении долгого времени. Миллион лет назад изменился геном человека. Разница между геномами человека и шимпанзе составляет всего 1,3%. Изучая черты, отличающие человека от шимпанзе, учёные обнаружили, что у шимпанзе есть гены, отсутствующие у людей. Между человеком и шимпанзе есть сотни различий от способности к прямохождению до строения кожи и способности разговаривать. Учёные искали причины таких различий и нашли одну из них. Поверхность клеток шимпанзе и человека очень сильно различается. Это открытие сделали Аджет Варки и Паскаль Ганье, изучавшие происхождение человека. Они сравнили образцы сыворотки крови человека и шимпанзе и обнаружили, что те состоят из разных компонентов. ген CMH отвечает за выработку протеина, который является ферментом для превращения сиаловых кислот. У человека этот ген был повреждён около 2 миллионов лет назад. У всех млекопитающих на поверхности клеток находятся N-гликолилнираминовая и N-ацетилнираминовая кислота. У человека ген 1-й был повреждён 2 миллиона лет назад. Клетки шимпанзе покрыты этими двумя кислотами. А у человека одной из них нет. У нас осталась только одна сиаловая кислота. Только ацетилнираминовая кислота. Часть гена, отвечающего за формирование поверхности клетки, у человека оказалась утеряна и произошла мутация. В результате из двух компонентов поверхности клеток у человека остался только один. Несмотря на то, что это всего один ген, он влияет на каждую клетку тела. Ведь в каждой клетке находятся миллионы копий этой кислоты. Изменяя один атом, вы на самом деле меняете каждую клетку в теле. ДНК похоже на компьютерную программу. Изменение одного оператора может создать ошибку или изменение во всей программе. Так и здесь. Небольшое изменение генетического кода приводит к появлению серьёзных различий. По сравнению с клетками других приматов, человеческие клетки потеряли один компонент. Это произошло из-за случайной мутации и серьёзно повлияло на человеческий род. Эта мутация стала одной из причин наших отличий от других приматов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Генетическое изменение, повлиявшее на человечество. Оно принесло изменения в жизнь каждого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Придя в форме болезни. За последние 20 лет в разных регионах мира было открыто 30 новых инфекционных заболеваний. Многие из них вызваны вирусами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вирус – это мельчайшая форма микроорганизмов. Он состоит из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки. Вирусы способны реплицировать самих себя и синтезировать белок. Они паразитируют на клетках живых организмов и способны размножаться только внутри них. Во время этого процесса возникают мутации, приводящие к серьёзным заболеваниям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вирусы так пугают нас именно из-за мутаций и стремительной скорости их размножения. Первое поколение вируса может распространиться за 8 часов. А частые мутации позволяют ему скользать от действий иммунной системы человека. Я кашляю в вашу сторону, вирус попадает к вам в нос и прикрепляется к воспринчевым клеткам. Начинает размножаться и переходить на другие клетки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новые мутировавшие вирусы ускользают от действий иммунной системы носителя, что позволяет им выживать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вирусы быстро становятся устойчивыми к лекарствам, что усложняет лечение. Из-за мутации возможно только однократное использование вакцины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вирусы могут вызывать неизлечимые болезни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главный пример – синдром приобретенного иммунного дефицита, широко известный как СПИД. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При заражении ВИЧ-инфекцией разрушаются иммунные клетки, и иммунная система слабеет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Различные опухоли и инфекционные болезни распространяются по организму и приводят к смерти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но есть люди, невосприимчивые к ВИЧ-инфекции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У этих людей мутировали лейкоциты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В лейкоцитах содержится ген CCR5. Болезнь возникает, когда этот ген соединяется с акцептором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если происходит мутация CCR5-дельта-32, его носитель получает иммунитет к СПИДу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди, с мутировавшим геном CCR5, не заражаются ВИЧ. Они защищены от этого. Их клетки не принимают вирус. Когда вирус проникает в тело и ищет, куда ему прикрепиться, у него ничего не получается. Только 1% населения планеты имеет эту мутацию. Этим людям не страшен СПИД. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У многих белых европейцев есть мутировавший ген CCR5-дельта-32, редкий для других рас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кристофер Данкан с коллегами из Ливерпульского университета выяснил, что это стало побочным эффектом средневековой чумы. В 14 веке черная смерть опустошала Европу. Она убила 40% населения. Меньшая часть европейцев, примерно 1 из 20 тысяч, имела мутировавший ген. Ген CCR5-дельта-32. Его функцией было ограбить своего носителя от черной смерти. И чума, и СПИД проникают в иммунную систему с помощью CCR5. Эпидемия чумы была долгой, увеличивая тем самым вероятность появления мутации этого гена. Доля носителей мутации повысилась в 2000 раз. А значит, 10% европейцев имеют иммунитет к ВИЧ-инфекции. Случайная мутация создала защитную стену против болезни. И 10% европейцев могут не бояться СПИДа. Одни мутации оказывают сильное влияние на болезни, другие никакого. Этот конкретный дефект возник случайно и защищает людей от ВИЧ-инфекции, что они выходят за рамки нормальной генетической вариативности внутри вида численностью несколько миллиардов особей. Мутации могут вызывать болезни. И они же могут защищать человека от них. Доктор Вальтер Лонга – биогеронтолог. Он обнаружил, что мутации, связанные с ростом, могут продлевать срок жизни. Обычные мыши в среднем живут 2 года и 2 месяца. Карликовые мыши меньше обычных и живут более 3 лет, а кроме того, реже болеют. У 30-40% этих мышей будет развиваться рак. И другие проблемы. Воспаление, снижение умственных способностей. А карликовые мыши защищены от рака и угасания когнитивных способностей. Диабет им тоже не грозит. На примере карликовых мышей удалось доказать, что мутации влияют на заболеваемость раком и диабетом. Справедливо ли это в отношении человека? Республика Эквадор в Южной Америке расположена на экваторе. В деревне в 10-ти часах езды на автомобиле от столицы Эквадора Кито живет человек невосприимчивый к раку. Это пожилая женщина Джудис. В этом году ей исполнилось 77 лет. Ее рост всего 95 сантиметров. Она страдает синдромом Лорона. У Джудис 8 братьев и сестер но только она имеет это заболевание. Маленький рост всегда беспокоил ее. Это уникальное качество выделяло ее в семье. У меня 8 братьев и сестер. Я здорова, а у двоих из них диабет. Мой брат Мигель умер, отравившись грибами. Моя сестра Селия умерла от ликени. У моего брата Урбана камни в желчном пузыре. У сестры Иоланды высокий уровень липидов в крови. У сестры Виолетты высокий уровень холестерина. Джудис самая старшая среди своих братьев и сестер. Она неестественно маленького роста, но к 77 годам она ни разу серьезно не болела. Николас Аугуста еще один человек с синдромом лорона, живущий неподалеку. Ему 18 лет, но его рост остановился на 113 сантиметрах. Его мать готовит обед. Вместо масла для жарки она использует свиной жир. Я кладу свиной жир вместо растительного масла. Мы разводим свиней, поэтому привыкли есть свинины и сало. Большую часть еды в этой местности готовят на свином сале и она очень калорийная. Это вызывает ожирение, что провоцирует диабет и рак. Но карликов с синдромом лорона это не затрагивает. Почему у них появился иммунитет против некоторых болезней, если они живут в той же среде и едят ту же еду, что остальные? Доктор Хайма изучает пациентов с синдромом лорона с 1994 года. Он наблюдает около сотни жителей Эквадора. Это примерно треть всех людей с этим заболеванием в мире. Исследование началось с основанной на медицинских записях гипотезы, что мутация, вызывающая остановку роста, предотвращает рак и диабет. Мои пациенты живут в районе с повышенной заболеваемостью раком. Случаи смерти от рака составляют в Эквадоре 17%. А на юге страны 20%. Родственники этих людей, как и все другие жители страны, умирают от диабета, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, а у людей с синдромом лорона эти болезни не встречаются. Но почему эти люди не восприимчивы к раку? Сперва давайте выясним, как он развивается. 80 миллиардов клеток умирают и рождаются в наших телах каждый день. Этот процесс называется репликацией клеток. 30 миллиардов пар оснований вот точно скопировать данные, чтобы все пошло правильно. Но что-то может пойти не так. На этот случай в нашем организме есть система для исправления ошибок, и она устраняет большинство проблем. И тем не менее, иногда повреждение не удается исправить. Когда серьезный дефект возникает более чем в 4 тысячах клеток, они становятся раковыми клетками. Это происходит, когда часть гена в клетке повреждена. Главным фактором является мутация. Обычные иммунные клетки могут уничтожить до 10 тысяч раковых клеток. Раковая опухоль начинает расти при проблемах с функционированием иммунных клеток. Раковые клетки начинают распространяться, когда их становятся более миллиона, а миллиард образует опухоль размером с рисовое зернышко. Когда миллиард превращается в триллион, человек умирает от рака. Доктор Хайме опубликовал статью с утверждением, что мутация, вызывающая синдром Лорона, предотвращает развитие рака. С 1994 года у моих пациентов не зарегистрировано ни одного случая диабета и всего один рака. Это необычно. Есть и другие исследования, показывающие, что высокий уровень инсулиноподобного фактора роста связан с раком. по мнению доктора Хайме причина неуязвимости пациентов с синдромом Лорона такова. Гормон роста выделяется гипофизом. Затем гормон доставляется в печень, где встречается с рецепторами, производящими инсулиноподобный фактор роста ИФР1, который стимулирует рост. При синдроме Лорона рецептор в печени не реагирует на гормон роста. Мутация в рецепторе создает изменения во всем организме, который производит меньше ИФР1 и перестает расти. В ходе исследования доктор Хайма выяснил, что уровень ИФР1 связан с раком. Высокий уровень этого белка провоцирует заболевание раком и наоборот. Высокий уровень ИФР1 тормозит процесс запрограммированной гибели клеток и позволяет злокачественным клеткам размножаться. При синдроме Лорона уровень ИФР1 наоборот очень низкий, а уровень смерти клеток повышенный. Это одно из возможных объяснений. Как умирание клеток предотвращает рак? Одну из причин стремительного размножения раковых клеток скрывает концевой участок хромосомы теломера. У новорожденного теломера имеют определенную длину. Когда происходит деление клетки, теломеры становятся короче, а затем превращаются в узел и клетка умирает. В соответствии с длиной теломеры происходит определенное количество репликаций. теломеры по какой-то причине теломеры не функционируют нормально, клетка не умирает, а продолжает делиться и становится раковой. раковые клетки развиваются с течением времени. В каждом следующем поколении возникает и распространяется новая мутация. У пациентов с синдромом Лорона низкий уровень и ФР1 умирание клеток происходит часто. И тем самым мутировавший ген защищает носителя от рака. Этим людям приходится жить с маленьким телом, зато рак им не угрожает. Мы выяснили, что такие, как мы, не болеют диабетом и раком. Это хорошая новость. я надеюсь, что исследование синдрома Лорона на моем примере и на примере таких людей, как я, поможет в извлечении этих тяжелых заболеваний. Мне приятно думать, что я могу помочь многим людям на планете. Я просто описываю то, что вижу. Я вижу человека с болезнью, но в то же время человека защищенного. мутации могут быть как полезными, так и вредными. Африканцы устойчивые к малярии, европейцы свободны от угрозы спида и малорослые джудис, который не страшен рак. Уникальные особенности этих людей определены мутациями. С моей точки зрения мутации это естественная часть эволюции. Не всегда, но часто мутации могут вызывать заболевания. Но мутации это и способ развития. Генетические мутации подарили людям разный цвет волос и уникальную поверхность клеток. Многие люди умирают из-за легко мутирующих вирусов. А с другой стороны, благодаря мутациям растет число людей с иммунитетом к разным заболеваниям. Ученые ищут пути предотвращать болезни, изучая таких людей. Мутация это возможность. И как все возможности, она связана с риском. Влияние мутации на весь организм, который несет ее в каждой своей клетке, определяет, насколько она рискована и сохранится ли у потомков. Если она выгодна, то станет распространяться и однажды окажется общей для всей популяции. Таким образом, мутация это основа эволюции. Однажды в будущем по Земле будет ходить совершенно другая человеческая раса. Ключ к этому будущему внутри нас, наши гены и их мутации. в будущем Продолжение следует... Продолжение следует...